Здравствуйте, Хаким Махмудович. Здравствуйте. Поздравляю вас с золотой медалью чемпионата мира. Спасибо. Жаломан стал впервые в своей спортивной карьере чемпионом. Сколько лет нужно, чтобы воспитать чемпиона мира? Ну, разные бывают. Если раньше, например, 20 лет начинали заниматься, в мое время 18-20 лет начинали заниматься. Они занимались до 35-40 лет боролись. А сейчас ребята, например, Жаломан пришел 8 или 9 лет. В 2008 году он пришел заниматься, сперва братья занимались, а потом за ними пришел Жаломан. С 8 лет, считай. Сейчас максимум борется до 30 лет. Раньше бывали, что 40 лет чемпионом мира становились. А сейчас таких очень редко. Это от чего зависит? Ну, все-таки организм изнашивается же. Спорт – это очень тяжелая работа. Если хочешь выиграть чемпионаты мира и другие соревнования, это очень тяжело. Поэтому организм не выдержит долго. Уже 28-30 лет уже не сможет бороться. Это уже снижается результат. Жаломан, в принципе, с юношей уже начал показывать высокие результаты. На первенствах Азии и мира завоевывал. Но сначала были в основном серебряные медали. Очень часто Жаломан проигрывал в финалы. В связи с чем вот это было такое? Ну, во-первых, опыта не было. Поэтому и к тому же, которые в финал ходили, это ребята опытные. Может быть, вот этот, у них авторитетом давили. Поэтому полную силу он не мог мобилизоваться. Вот незнакомым он боролся полной силой. А когда вот их хвалят, вот этих призеров мира, чемпионов, которые, так, из знаменитых, они, по-моему, вот такой вот авторитет. Ну, видимо, психологически немного, да? Да, психологически немножко не мог настроиться. Ну, вот, когда вот недавно боролся с Чебаном, чемпионатом мира в прошлом году. Так, он его выигрывал, когда не знал, он его выигрывал там в одни ворота, одним словом. Так, а потом второй раз вышел, что как будто легко выиграет. Так, несколько говорили, да, не настроился, ну, в результате я проиграл в Ольмпиаде. В этом году, наверное, многие заметили, Жаламан показывает другую борьбу, чем в прошлом году. В этом году более взрослая такая борьба. Получается, в течение вот этого года, после Олимпийских игр, после чемпионата мира, вы провели большую работу. Ну, во-первых, возраст, опыт набирается, опыт набрал, уверенность появляется, мудрость появляется. Вот поэтому мы всегда говорим о его недостатке. Так надо бороться, так надо бороться. Он воспринимает хорошо и прибавляет. В этом году, получается, Жаламан выиграл чемпионат Азии, исламские игры и вот чемпионат мира. И везде он показал довольно зрелую, интересную борьбу. Это результат индивидуальных тренировок? Да, результат, конечно, мы все время и говорим о его недостатке. И он такой послушный, он всегда воспринимает хорошо. Так, и результат появляется, так, мудрость появляется в Батиканг. Ну, как вы проводите тренировки, что делаете? Ну, обычная тренировка. У нас есть еще 4-5 человек, которые с ним работают. Он с ними отрабатывает приемы, индивидуальная работа. Постоянно сидим на, у нас коронный прием называется. У каждого, вот этого великого борца, есть один или два, три приема коронный. Он вот этот прием применяет и выигрывает. Вот над этим надо сидеть побольше. Оттачивать эти приемы, совершенствовать эти приемы. Вот тогда он начнет бороться. Мы так и делаем. Ага, так и делаем. Проводите какую-то работу по просмотру, допустим, соперников Заломана? Сейчас, в принципе, во время, в наше время интернет, везде можно посмотреть. Да, 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 да. Так, мы это делаем неоднократно. Так, изучать надо. Так, чтобы выиграть знаменитого соперника, надо его изучать постоянно. Много раз надо смотреть надо. А сейчас это позволяет, вот это интернет, вот сотый телефон есть. Так, все время повтор, повтор посмотреть, посмотреть. И другие тоже его изучают. Так что, тут надо. Так. Ну, давайте вернемся к чемпионату мира. Все схватки Заломан провел и практически выиграл досрочно. Вам, как личному тренеру, понравилось выступление ученика? Или, может, какие-то моменты были, которые хотелось бы улучшить? Да, когда проигрывает, его ошибки выявляются. Когда он выигрывает в одни ворота, тяжело заметит его недостатки. Ну, хорошо боролся. Так, я доволен его схваткой. Ну, то есть, чему вы учили, как готовились? Да, коронные приемы он делал. Так, на этот раз хорошо делал. Задний хорошо поднимал. Задний бросок портера. Стойка уверенно брался. Потому что вот этого финалиста он выигрывал раньше. Поэтому уверенно вышел и в одни ворота выиграл. А во время чемпионата мира вы на связи со званием? Нет, мы только телевизор смотрим. То, что он на тренировках показывает, он покажет на соревнованиях. Если на тренировках слабые места есть, значит, и на соревнованиях это скажется. Поэтому, вообще тренера знают, что показывает дома, а там и покажет. Если дома у него не получается, и там не получится. Вот такой. Два чемпиона мира у нас впервые в этом году. И, кстати, два чемпиона мира из Кыргызстана больше азиаты медалей не взяли. Только вот Акжол Махмудов и Жаламан Шарсенбеков взяли золото. И какие теперь вот планы? После выигрыша чемпионата мира и крупных соревнований спортсменам тяжело будет бороться. Всех восхваляет. Такой Сафин был. В Олимпиаде в 1952 году в одни ворота выиграл. 19 лет ему было. Так, татарин из Москвы. Так. В одни ворота выиграл Олимпиаду. Потом, когда приехал в Москву, там татар много живут в Москве. У него подняли воздух. Так, настолько высоко подняли его. Потом он не смог выиграть. Так, не только чемпионат, но и чемпионат Советского Союза не мог выиграть. И вот так и пропал. Еще в 6 лет боролся, не добился результата. Таких много. Далеко не пойдем. Наш тоже, Тюмин Баев. Приехал, потом в республике боролся несколько лет. Так, в республике не мог выиграть. Вот так. И таких много. Вот наших бери, вот сейчас девочек бери. После такой победы мы все восхваляли их. Так, призы получали. Так вот, чемпионат мира провалили. Так, таких очень много. 90%, даже больше процентов после выигрыша мира подняться не могут. Тяжело будет. Тот же Чебану, который в прошлом году был чемпионом мира, в этом году, по-моему, тройку не вошел. Но он на вес выше. Да, на вес выше. И, да, так. Хороший борец, отличный борец. В любом весе хорошо борется. Бывали такие... Такой Хисамуддинов был чемпион мира. Он заболел. И в 62 боролся другой у нас. Так, он за него боролся, вместо него. Он в одни ворота выиграл. Так что, любом весе могут выиграть. Хороший борец любом весе может выиграть. Ну, какие планы теперь у вас, Жаломану? Ну, планы... Сейчас надо отдохнуть, надо. Так. Азиатские игры будут. Вот это важно. И олимпиаду, следующую олимпиаду настраивать будем. Так. Отдохнуть надо, им отдать надо. Так. Отдых тоже нужен. Обязательно нужен отдых после таких выступлений. Уже 4 года Жаломан борется. Ни разу хорошо не отдыхал. Так. Вот возьми Ахджола. Он заболел, травму лечил. Год не тренировался. Дальше больше года не тренировался. Сейчас мощно стал бороться. Так. Соскучился. Так. И в одни ворота выигрывает. Так. Вот пример, по-моему. Так. Надо отдыхать. Человек не железный, чтобы все время так бороться в полную силу. Так. Надо отдыхать, да. Бывали борцы, которые не получался прием, ведущие борцы. И бросали, уходили. А потом через год приходили, в одни ворота всех выигрывали. Так. Были очень много было таких. Ну, то есть надо отдохнуть. Пороли хорошо, соскучились, пришли и боролись хорошо. Ну, тоже дайте отдых. Еще раз поздравляю вас, Хаким Махмудович, с тем, что ученик ваш завоевал золотую медаль чемпионата мира. Надеюсь, будет время отдохнуть у него. И в завершении разговора вот можете нашим телезрителям что-нибудь сказать, пожелать. Все, кто смотрит нас, так, все, кто поздравляли нас, так, желаем здоровья, так, успехов в работе и всего хорошего. Да, всем спасибо. У нас в гостях был заслуженный тренер Кыргызской республики, личный тренер чемпиона мира, жаломана Шаршумбекова, Хаким Махмудович Махмудов. Спасибо, что пришли, Хаким Махмудович. Рахмад. До свидания.